Вот мы видим облака, которые бегут, а облаках мы немножко остановимся сейчас еще дальше. Вот это белые вещи, а это, собственно, температура, цикл дневного прогрева. Вот мы видим достаточно высокие прогревы, вновь облака, ветер, когда будет опять безветрительной ситуации из облаков, опять высокие прогревы, температуры. То есть вот этот слой дневного прогрева, он является неким особенно мешающим фактором, и тут несколько подходов, либо его извлекать, то есть пытаться делектировать, либо просто-напросто можно попытаться в рамках каких-то моделей, просто его учитывать, пересчитывать опять в температуру верхней плази однородного сна. Вот видите, как возникают эти безулочные ситуации. Здесь очень такой хороший прибор именно для региональных исследований. Черное море, как я уже говорил, дневной прогрев, изменение температуры и зона шпиля. Повторим, давайте еще раз. Сейчас я хочу. И этот у нас здесь дунай, он выплескивает пресные воды, которые перемешиваются в углу, и тоже у нас образуется некий такой вот слабо перемешанный слой на поверхности, который тоже может прогреваться достаточно сильно. То есть спутниковые данные сейчас позволяют уже исследовать процессы на совершенно различных пространствах и временных интервалах. Как я показал, от пространственных интервалах от 60 метров до, соответственно, всего земного шара. И временных интервалах сейчас от 15 минут до межгодовой и междекадной даже изменчивости, потому что существуют архивы данных с 1985 года. Закрык уже показывает, как с нами работают. Ну вот, возвращаясь к облачкам, видите, что, допустим, в традиционных даже и в типичных методах обработки все облака не удается полностью хорошо отфильтровать, у нас остаются некие области с паразитными вещами. Если мы хотим смотреть просто на какие-то явления, мы можем, достаточно зрительно, отфильтровать это. В том случае же, если мы хотим получать информацию в автоматическом режиме, за какие-то интервалы времени, вот эти вот артефаты, они будут мешаться просто-напросто и приводить к недостоверным значениям средней температуры. Поэтому фильтрация облаков при обработке спутников Ганда и куфрокрасного геопазона набирается достаточно большой уровень. Ну, в первую очередь, самые простейшие методы, это основаны на неких пороговых величинах. Как я уже говорил, облака находятся в атмосфере, они находятся выше, температура в атмосфере ниже, 6 градусов на каждом километре, и мы можем только на форстатике. Но, однако, если мы имеем некие аномалии по температуре, собственно, морские, такие как апперинги, мы можем потерять и апперинги, если будем набирать порог ниже, 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 ниже. Поэтому убираются более-менее оптимальные пороги какие-то, чтобы сохранить те или иные особенности, связанные с морской следой, а не связанные с облаками. Но у нас остается артефакт. Следующая вещь. Днем. Днем легче. Днем легче. Облака намного ярче. Мы используем оптический диапазон и строим маску по оптическому диапазону, отфильтровывая облака. В ночных измерениях у нас нет оптического диапазона, солнышко не светит, ничего не рассеивается. Мы имеем только чистую температуру, и поэтому должны применять какие-то другие методы для фильтрации облачности. Эти методы связаны в первую очередь с анализом пространства или пространства современной характеристики. Пространственная изменчивость в облачности, температура пространственная значительно больше, чем чистая изменчивость в море. И эти фильтры вносят название так называемых текстурных фильтров. И по ним мы тоже можем определенным образом фильтровать. И по очереди, применяя одни, другие, третьи фильтры, попытаться очистить информацию и получить данные. Вот здесь целая серия фильтров применена. По температуре морской поверхности, в рамках которой мы съели сильные обновленности, связанные с неточностью, может быть, географической привязки, береговые леперты морг, но, по крайней мере, убрали все облака, и мы можем теперь говорить о реальных значениях температуры, складывать последовательные, как и температуре, получая средние за какой-то интервал времени, не боясь того, что нам просечится паразитная информация, связанная не с морской поверхностью, а связанная с облаками или каким-то процессом в атмосфере. Ну и вот, безусловно сожалению, некая система структура, собственно, обработки данных, как она проходит, в частности, на нашей приемной станции. Я, наверное, отойду, чтобы мы не нашли. Ну, это приходят данные, либо спутниковые данные из архива, либо спутниковые данные непосредственно из состава приема. Программа форматирует эти данные, и для восстановления температуры мы дальше используем три канала. Это второй канал, оптический канал, дневное время для того, чтобы просто-напросто фильтроваться плота, и два тепловых канала. Следующий спутник смотрит на морскую поверхность, да, и мы имеем, соответственно, не карту, а мягкий обзор той сферы, или той части сферы, от которой летит спидно. Необходима географическая привязка. Географическая привязка, она осуществляется несколькими способами. Первый способ, зная орбиту и зная геометрию наблюдения, мы вводим коэффициенты, но, как правило, этого не хватает. И в качестве второго этапа привязки используется данный уже референс, опорных точек, в рамках которых происходит вторая, второй шаг привязки, и мы получаем некие карты, уже географические привязки. Из каунтов, тех отсчетов, которые цифровые, рассчитываются радиационной температуры, то, что я показывала формула температуры в один сон, на два сон, и так далее. И дальше уже идет карта, рассчитывается на нужную зонную сетку, применяются пороговые вот пипы, облаков, из которых делают маски. На рассчитанную температуру накладывается вот эта вот маска. Определенным образом можно делать сглаживание, и существуют методы, которые позволяют уменьшать шумы, которые мы наблюдаем на спутниковых изображениях. И в конце концов накладывается некая графическая информация, шкалы, сетка, и получаются финальные продукты. Ну, вот финальный, один из образцов вот такого финального продукта, это для МОДИС, показан здесь. То есть низкие, высокие температуры, белая это область облаков, поменчена сетка, вот видим то, что я говорил о прогрении плесок, то есть не только в ситуации, когда у нас слабый вес, но и песная вода выходит, она идет, ну, достаточно небольшой толщины, слабо перемешивающейся, вот, и за счет этого он может достаточно сильно переливаться. Ну, это вот дневной лео, вот, и достаточно много, чтобы мы сюда все перегреваем. Ну, вот это расплеченная картинка, это вот типичная картинка, которая получается при расчете, когда мы считаем просто вот карты в одном из каналов и приводим их. Ну, и дальше немножечко, может быть, о возможных применениях вот этих вот данных и каким образом они позволяют исследовать процессы в морской среде. Ну, существует, как я уже говорил, целая серия архивов данных, в рамках которых мы можем получить информацию о температуре поверхности. Ну, и здесь вот частность, например, изменчивость температуры Черного моря ежедневная в течение где-то 94-го года, и, кроме температуры, собственно, вот облака, они в виде белых, тоже хорошо показывают, наверное, изменчивость той метеорологической ситуации над Черным морем. Это типичное применение, получение непосредственных рядов данных для использования в тех или иных проектах или задачах. Что еще дают последовательные изображения? Вот эта черная облачка, длинная. Это достаточно интересная информация о динамических процессах в морской среде. Всем известны электрические структуры, существующие в морской среде, так называемые мезомасштабные процессы, которые играют очень большую роль в процессах перераспределения свойств как физических, так и биологических моря, и отличаются от транспорта физических и химических свойств от берега, в первую очередь, в боковой очереди. Здесь видно, как в течение нескольких дней развивается выкребая структура. И дальше я хочу тоже еще показать обмышку. На более длительных интервалах времени это игейское море. Хорошо видно, как втекает через пролив на данную вода, и как она трансформируется, смешивается за счет огромного количества незамасштабных структур. Если раньше, когда мы говорили о традиционной аналогии, тут рисовалось одно течение, которое идет туда, одно течение, которое идет обратно, на основе, собственно говоря, наблюдений, в первую очередь, там... И можем смотреть, видеть качество застройки вот этой, струи, распространяющиеся до эпилического побережья. Очень интересная зона, в которой сталкиваются два потока, по сути дела, струи, а идущие из ремонтического бассейна Средизем, вот, с той, которая здесь... Интересно, что же вокруг островов в одну сторону движется вода, в другую сторону движется вода. То есть мы получаем совершенно... А с другой стороны, к стабилизации, и фиксации на месте атмосферного циклончика, который привел к трагедии в Крымске. Другого случая и ситуации... Ну, всегда тоже могут возникнуть вопросы, очень простой вопрос и очевидный вопрос. Вот то, что мы видим, вот эти вот движения, они реальные движения в воде, или это, может быть, некие какие-то артефакты, мы можем их объяснить, какой слой они охватывают, это может быть просто понятность. Мы видим, что течение такой структуры, в общем-то, сохраняется. И в этом случае, как раз, вот здесь нанесены цветными линиями траектории дрифтера, в этом направлении. Этот дрифтер двигался в этом направлении, этот двигался в этом направлении, этот дрифтер стоял, этот дрифтер двигался сюда. И если мы не имели, вот, спутнику изображения, выглядело, вот, бегают в топ-лодах, тем более, если средние течения здесь в среднем направлении, вот таким образом. Эти два дрифтера, по сути дела, разбегались. Оказывается, все нормально. Антисеклонический лихарек, на северную периферию двигается дрифтер, на северо-восток, на южную периферию, на юго-запад, и этот дрифтер двигается на лихарек. То есть, вот, еще раз, как мне кажется, очень неплохой интерес. Продолжение следует... Я попытаюсь, может быть, завтра тоже еще показать вам несколько характерных примеров, неожиданных, которые связаны. Ну, и, опять же, вот типичное применение, это анализ долгопериодных изменчивостей в различных районах мирового ряда, которые показывают изменчивость в Норвежском и Баренцевом море, температуры за несколько лет. Мы видим, что определенные тренды. Мы можем по потерям данных, собственно, оценивать тоже процент облаков, которые здесь были за это время, за интервалы, оценивать реальную долгопериодную изменчивость. Вот, характеризуя те или иные точки, вот амплитуды изменчивости, их межгодовой изменчивость, мы видим, что она достаточно существенная и сильная, и в ряде случаев именно межгодовая изменчивость температуры в ряде, она сопоставила с годовым охотом температуры. Вот, другой пример, другой пример, это уже для Азовского непосредственно моря, море маленького объекта. Как я говорю, завтра я покажу, достаточно интересные вещи, связанные с этим годом. Это изменчивость, вот так его данных, ноа, с 85-х годов. Мы имеем непрерывные ряды температуры, и мы видим, что достаточно тот же существенная изменчивость, не такая, по сравнению с годовым ходом, конечно, как в северных морях, но она существует. Существует год, в рамках которых тенденция даже меняется, в среднем температуре повышается, в среднем температуре увеличивается. Одна из моих студентов в свое время там анализировала, и получилось, что тренды, вот эти вот изменчивости, они разные по разным месяцам. Если весенние месяцы, марта-трех, они очень маленькие, в марте они отрицательные, в мае маленькие незначительные, и увеличиваются длинные давления, и максимально отразовестные, допустим, для осени. Другого рода применение данных, это, конечно, температура не является панацеем в себе и без, и понятно, что совместно с температурой всегда нужно использовать другого рода. Вот здесь я хотел показать некий синтез изображений. Это изображение, опять же, полученное со сканера или ИЧА. И вот температура маршной поверхности. Хорошо ли мы, это Шпицбергер, это Гринландик. В температуре мы хорошо видим безмасштабные процессы, внедрение теплой воды, но и непременно, по-видимому, связанные с льдом. В то же время, в ряде областей у нас достаточно плохо определяется, допустим, что это такое холодное, теплое, холодная область, связанное поведение с облаками. Если же мы попытаемся построить некий комбинат, то выделить сможем выделить. Это тот же смело, по фактическому доказанию, лед от облаков. Ну и снежные шахты, можно сказать, что здесь видно. Но в то же время, трудно достаточно объяснить, почему, допустим, вот ледовое поле, оно находится здесь, здесь сюда, вот, это отсюда попало, или как, таким образом, допустим, лед смещался здесь, чем вызвали. Если мы же скомбинируем эти два изображения, то есть тепловое изображение и оптическое изображение, мы получаем неожиданно намного больше информации, так же, как переходя, допустим, от плоского струча к мерному стручу, когда мы хотим оставаться. Теперь мы понимаем, что, допустим, этот лед двигался, вот мы видим бифеобразное течение, которое захватило это леду, и это лед, и это лед, вдоль струи двигается достаточно далеко, остатки ледового покрова здесь. Вихревые структуры захватывают и взаимодействуют вот с этим тарющим плавающим углом. Мы в тот же день, как я уже говорила, облака сумели некими там позициями над канальными загрузить в другой интервал, и такой вот простой метод классификации позволяет выделить структуры, связанные с динамическим процессором, структуры, связанные... Это вот одно из таких вот, как мне кажется, достаточно интересных приложений. Ну, теперь фронтальные зоны. Достаточно много внимания в различных рудоприкладных задачах посвящено исследованию фронтальных зонов. Почему фронтальные зоны? Ну, с одной стороны, это смещение границы между водами с различными характеристиками, это могут быть не только температурные характеристики, но и биологические характеристики. С другой стороны, как известно, что большинство фронтальных зон связано с увеличением биологической продуктивности. И эти зоны связаны с промышленным рыболовством. Но скутниковые данные позволяют достаточно неплохо так эти гейсты моря, фронтальные зоны сделаны, смотреть или следить за этим фронтальным зонам. И опять же, если мы попытаемся сделать некие комбинации, эта комбинация задвойня, синее положение фронтальной зоны вчера, красная, сегодня. Мы достаточно хорошо видим вот эти смешения. И вот мы пытались в свое время делать такую работу с рыболовной в Черном море. Вообще трудно получить от рыболовок истинную информацию, это, наверное, многие знают, что существуют официальные журналы, существуют реальные журналы по выводу. Вот с одной компанией нам удалось получить абсолютно реальную информацию о том, что они сколько длительных ловили. Ловля шпрота вблизи крыма, шпрот ловится в мое время, когда зооплантон, который является основным элементом пищевого для шпрота этой рыбы, находится около дна и тралами выгребает вот эту рыбу. Ну и капитан, как правило, выскакивает, своим опытом какой-то знает, где она, что должно быть, делает первое траллили, потом смещает, все в тело, второе траллили, третье траллили, в рамках которого находит более или менее место с максимальной плотностью рыбы. Дальше радостно бежит, выгружает рыбу в Севастополе в ночное время и опять на следующий день он бежит именно в ту точку, где он имел максимальный плот. Но смещение фронтальной зоны достаточно большое, может быть, несколько километров. было показано, что действительно в районах вот этих фронтальных зон они... фронтальные зоны, и как правило, второе и третье траллили, они более продуктивные и оказываются по военной школе. Последний пусков изображений позволяет сделать это. я думаю, что ни одна модель нормальная она не сможет использовать. Достаточно недоописанная. Вот это еще положение фронтальных зон, выделенных уже в Левантийском бассейне в районе Кипра. Вот картинка, которую я тоже очень люблю, что вот настолько море все насыщено незамасштабными... Эти грибобразные структуры, системы вложенных битвей и так далее, они по-разному называются. Говорят о чем? Что, допустим, это в принципе линия докраса подающаясь направлением движения, что объект, находящийся здесь, достаточно легко может переместиться в эту область, но никогда практически сюда. Вот незамасштабные процессы, они определяют переместив... сложную структуру, которая, в общем-то, как мне кажется, интересна для расчета возможных, допустим, транспорта, загрязнений транспорта в Киеве. Мы видим, насколько сложно море, насколько оно отвечается от традиционных, скажем, океанографических представлений о характере течения в поверхности в одном слое моря, которые формировались на основе судовых наблюдений, которые были ред. Ну и на сегодня я, наверное, сейчас посмотрю, покажу последнюю картиночку, вот, тоже такого вот применения, что называется практическое применение температурных данных. Что может вызывать некие углеводородные месторождения, которые, как правило, содержатся газовой интузией, и глубина, у нас не такая большая, допустим, как на северо-западном шельфе, где-то 50 метров, то подъем пузырьков, подъем пузырьков из глубинных месторождений в газовой интузии, он может сопровождаться тремя процессом. Первое, это диабетическое расширение пузырьков и охлаждения, и второе, пузырьки, собственно, сами более холодную воду, более нежареные сухоли, несут на поверхность. И тем самым могут вызывать некие температурные... на фоне общей изменчивости, в то же время, если мы считаем, привязанную именно на пределах участка мы можем взять, допустим, 500 тысяч изображений и посчитать локальную максимальную и посчитать чистоту возникновения локальной аномалии. И вот было очень интересно, когда мы для северо-западного шельфа проделали вот такую вот работу, что мы выделили вот эти зоны максимального проявления локальных аномалий, они оказались несколько не случайных разбросанных, а сосредоточены вдоль нескольких разломов, достаточно известных по биологическим данным, и совпадали уже с разработанными месторожениями вот в этом районе и вот в этом районе. Ну и интересно было посмотреть, насколько вот эти вот зоны соответствуют тем... у нас Ну и оказалось, что тоже достаточно интересно. Это вот то, что у нас имеется. Это обнаруженные фонтаны, которые судовые. Понятно, что разрешение все-таки спутника данное здесь в районе километра. Это вот вырезанный маленький квадратик смещение какое-то есть, но в то же время основные зоны максимум достаточно кривые, посохотые. Этические задачи, метрологические задачи.